Всем привет! Новости от Google. 22 февраля сего года Google анонсировала перезагрузку языка Dart, который будет называться Dart 2. Этот язык пока находится на стадии формирования экспериментальных выпусков, то есть именно Dart 2. То есть Dart 2 является не столько новой значительной веткой, сколько общим перевосмыслением целей и задач проекта. Разработчики Dart 2 видят Dart 2 в качестве языка для веб и мобильных систем, оптимизированных для разработки компонентов, выполняемых на стороне клиента. Но что же такое язык Dart? Вот, язык Dart, это язык программирования, созданный Google. Dart позиционируется в качестве замены или альтернативы JavaScript. Один из разработчиков языка, Марк Миллер, написал, что JavaScript имеет фундаментальные изъяны, которые невозможно исправить. Поэтому и был создан Dart. Вот, то есть первая общедоступная информация об этом языке появилась 12 сентября 2011 года на конференции разработчиков GoTo. Вот. А 10 октября 2011 года была проведена официальная презентация языка Google Dart. Вот, изначально было предложено два способа исполнения Dart программ с использованием виртуальной машины или с промежуточной трансляцией в JavaScript. 15 ноября 2013 года Google выпустила первую стабильную версию своего языка программирования Dart SDK 1.0. Вот, в чем же цели языка? Какие цели ставила Google при разработке этого языка? Вот. То есть цели. Создать структурированный и в то же время гибкий язык программирования для веб. Сделать Dart знакомым и естественным для программистов. Сделать так, чтобы все конструкции языка обеспечивали высокую производительность и быстрый старт приложения. Сделать возможным запускать Dart на всевозможных веб-устройствах, включая телефоны, планшеты, компьютеры и серверы. Предоставить инструменты, которые позволяют Dart выполнять на всех основных современных браузерах. Эти цели решают следующие проблемы, с которыми часто встречаются веб-разработчики. А именно, маленькие скрипты очень часто мутируют в огромные приложения. Без какой-либо структуры их сложно отлаживать и проблематично поддерживать. В дополнении, эти монолитные приложения не могут быть разделены на адекватные части. Поэтому разные команды разработчиков не могут работать над ними раздельно. Далее, скриптовые языки популярны, потому что их легкая структура позволяет быстро писать код. И, как правило, договоренности между частями приложения передаются в виде комментариев, вместо того, чтобы использовать языковые структуры. В результате, другим разработчикам сложно понять и читать и поддерживать такой код. Существующие языки делят разработчиков на два лагеря – приверженцев статических и динамических языков. Традиционные статические языки требуют тяжелых инструментов и сложных стилей кодирования, которые ограничивают разработчика. И разные языки и форматы влекут за собой переключение контекста, что усложняет процесс кодирования. Dart поддерживается всеми популярными IDE. Idea, WebStorm, Atom, Emacs, Visual Studio, Sublime Text, Vim и другие. Для других есть всякие плагины. Кроме того, для удобства использования Dart, Google специально выпустил браузер Dartium на основе Chromium со встроенной виртуальной машиной. Так вот, Dart 2 отличается, или будет отличаться от изначального варианта языка Dart, кардинальным изменением подхода к типизации. Если в Dart 1 определение типов было необязательным, и разработчик мог удалить все аннотации типов без влияния на поведение приложения, то в Dart 2 применена строгая статическая типизация. Но при этом все типы могут выводиться автоматически, и аннотации типов по-прежнему являются необязательными. Основная идея Dart 2.0 в том, что это строго типизированный язык. Поэтому вот так вот. Эта динамическая типизация наделала делу, и немало начинающих программистов наломали много дров, используя вот эту динамическую типизацию. Вот, ну и теперь давайте взглянем на то, как выглядит этот язык. Вы можете перейти на официальный сайт dartlang.org, и непосредственно вот здесь уже познакомиться со всем этим добром. То есть непосредственно с языком программирования, тут с документацией, как стартануть, как установить, и так далее. Вот, здесь language tour, платформы, где он используется, где он поддерживается, и все такое. То есть в language tour, если мы классные, мы можем уже непосредственно начинать знакомиться с самим языком, с его описанием, какие есть функции, какой синтаксис, ключевые слова, и что это все добро означает. Вот, дальше, 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 get started, то есть это все вот с главной страницы, я классал, классал, и переходил вот на такие дополнения. То есть здесь можно, вот здесь можно попробовать в онлайн режиме написать маленькую программку. Либо же для этого есть dartpad, вот он, и если мы там клацнем уже на определенную ссылку, мы перейдем непосредственно вот в вот такой вот редактор. Вот, и в этом редакторе можно уже написать какую-то маленькую программку. Давайте вот клацнем sample code, пример кода. И hello world. Как мы видим, это C-подобный язык. Вот. То есть, как и они говорили, легкий переход программистов с других языков, и чтобы этот язык был естественный. Вот, неестественный язык, это является, какой у нас, Objective-C и Swift. Там очень много все по-другому. То есть, довольно-таки сложно понимать, что делается, если ты был программистом. C, C-sharp, Java. Вот. А это C-подобный язык. Как мы видим, hello world все хорошо работает. Дальше, автоматически, как они сказали, автоматический вывод типа. Ну, если мы напишем, ой, у них тут, по-моему, var, да, объявляются перемены, да, var и равно 90. То в этом случае автоматически будет выведен тип. То есть, здесь строгая типизация. Да, здесь мы не указываем, какой тип, но он будет автоматически выведен. Все равно. Вот. Ну, давайте попробуем вот так вот запустить. По идее, компилятор должен ругнуться и сказать, что он не ругнулся. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, да ладно. Но, в любом случае, вот здесь вы можете ознакомиться, непосредственно онлайн попробовать, открыть какие-то примеры, написать что-нибудь свое. Кроме всего прочего, вот это, я так понимаю, для разработки веб. То есть, помимо непосредственно кода, еще можно что-то там HTML, CSS сюда фигачить. И непосредственно, наверное, смотреть, что будет. Вот здесь HTML output. Вот какие странички можно там сформировать. И т.д. и т.п. В общем, как бы больше о нем я ничего говорить не буду, так как я больше ничего не знаю. Но Google анонсировала, и вполне вероятно, что в скором времени начнется плавный переход программистов на Dart 2, когда он выйдет официально. То есть, будет официальный релиз. До этого, насколько я понимаю, в основном использовался только Google. Вот, то есть, к примеру, как они говорят, для создания мобильных приложений предлагается использовать фреймворк Flutter, на основе которого также построена пользовательская оболочка, развиваемая в Google, новой микроядерной операционной системы, фущая какая-то. Вот, как она пишется, вот так вот. Надо будет глянуть, что это такое, сделать обзор. Вот. Ну, понятное дело. Вот. И, например, в мобильных приложениях и веб-интерфейсах AD Words Express, APP3 совместно используют от 50% до 70% общего кода. И этот код на языке Dart. Вот. Соответственно, если они сделают хороший язык, который будет альтернативой JavaScript, то, я думаю, вскоре постепенно начнут на него переходить. Поэтому имеет смысл хоть как-то ознакомиться с этим языком и знать, что он есть. Поэтому на сегодня все. Но новости от Google все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся. Ну и все такое. Всем пока.